Какая зловещая обстановка, деревья скрипят, льет дождь, никого нет, тут труханы свои сушат под дождем. Эээ, есть кто? Мы плохо начали, за главное плохо не кончить. Однажды Фрэнк попросил меня заглянуть в бар. Он сказал, для меня есть небольшая работенка. Том, у нас на подходе два грузовика с первосортной выпивкой из Канады. Сэм отправился за ними на место встречи. Это на одной старой ферме за городом, и нам нужно доставить груз в город. Я посылаю два грузовика на одном из них поле. Хочу, чтобы ты отправился с ними и проследил там за всем. Просто для верности, чтобы все прошло гладко. Возьми у Ральфи машину, с поле встретишься на нашем складе. Приедешь туда, и поле выдаст тебе оружие. Окей, Фрэнк. Привет, друзья. Меня зовут Алекс, и мы с вами снова в игре Mafia The City of Lost Heaven. И стоим мы под дождем, и нам даже не дали зонтик. Ничего, кроме шляпы, не спасает нас от этого проливного мощного дождя. И, собственно, Ральфи разобрал машину, положил колесо на крышу и стоит и думает, может быть, лучше ездить на машине, когда колеса будут стоять на крыше? Ладно, это не наша проблема, а еще, чтобы дверь просто так и руль рядом лежал. Ральфи, дай мне машину. Что у нас на сегодня, Ральфи? Папа, привет, Том. У меня для тебя новая машина. 65 лошадиных сил. И если до отказа утопишь педаль, то выжмешь миль 75. Серьезно? Нифига, 60. 60 плюс лошадей уже неплохо, уже лучше, чем те самые ведра, на которых мы ездим, которые и 65 миль в час хрен выжмешь из них, даже если топтать в пол. Хотя, может быть, мы не ту педаль жали, может быть, мы жали не газ, а тормоз. Ух ты, какая красавица, ты смотри, что. О, Ральфи, показывай, мне она нравится. Мне она нравится, Ральфи. Они поставили на нее новый замок, но это не беда, смотри. Окей. Ну-ка. Ты детали в ладонь ссыпаешь, что ли, которые выковырнул из замка? Видишь, это очень тупо, просто. Можешь взять эту машину или другую, старую, как хочешь. Спасибо, Ральфи. Болт В8. В8, мать его, вот это мощно. Ну, хотя В16 явно лучше, чем В8, ровно в два раза. Но, тем не менее. Так, нам что теперь нужно сделать? Оружие нам выдаст поле, как я понял из речи Фрэнка, поэтому, в принципе, нам особо не надо заморачиваться, и мы с вами сразу рвем на склад. Задание то еще, блин, просто пипец. Ну, приятно. Здесь идет дождь. Наверняка прохлада, все дела. А у нас жарища, просто невозможно сидеть. Сидишь, как на сковороде. Ты думаешь, поскорее бы наступила осень. Ну, да ладно, у нас осень в игре, но хотя, может быть, это даже и не осень, кстати. Деревья в дне, деревья, кстати, желтые. Такие. Либо весна. Глянь, а вот зеленое дерево. Либо весна, либо осень. Скорее всего, осень, потому что... Так, стоп, 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 стоп. Поедем по большому мосту. Впервые за все наше прохождение мы с вами рванем по мосту. Забыл, как его называют. По большому мосту, который идет в аэропорт. Ну, собственно, будем ориентироваться по указателям. Аэропорт, значит, аэропорт. Нам в сторону аэропорта, поэтому все, в принципе, в порядке. Ну, что-то как-то не особо-то она и разгоняется. Ральпи насвистел, что, типа, тачка такая суперспортивная. У копов уже новая супербыстрая какая-то машина. Хотя, в принципе, уже и год, на самом деле, уже 33-й год. Время идет, тачки современные становятся. Более мощные, более быстрые. Более зализанные, обтекаемые. Глянь, не насвистел, сотку разгоняется. Правда, очень долго она это делает и с огромной задержкой, полчаса. Но, тем не менее. Вперед, 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 вперед. Вперед. Так, главное, на копов не наткнуться сейчас. То есть, если мы наткнемся, то, бляха, наше нарушение нам боком вылезет. С другой стороны, плюс первой мафии в том, что здесь нет денег. Ничего покупать не надо. Ничего делать не надо. Томми просто абстракциями где-нибудь оплатит за штраф. Направо. Далее налево. Мы по трамвайным путям поедем просто и все не заморачиваясь. Вот так вот. Ага. Супербак почти полный. Нам нечего бояться. Мы могли на трамвае смело ехать. Потому что маршрут практически тот же самый. Там пешкарем можно было минимум дойти. Прям вообще совсем чуть-чуть. Чутаки пешкарем. Но, тем не менее, познавший удовольствие от пользования личным транспортом никогда не сядет на общественный транспорт. Ну, а если и сядет, то, скорее всего, это просто какая-то непреодолимая сила заставляет их это делать. Ибо толкаться в этой банке абсолютно никакого удовольствия. Что вы встали, придурки? Педали, походу, забыли, где находятся. Вспоминает. Я же вроде на своем велосипеде крутил педали только еще вчера. А здесь что-то они не крутятся. Смоли, ептишь. Ну-ка, Поли, давай ствол. Эй, Томми! Едем на ферму за городом. Заберем пару грузовиков, отличные косорыловки. Тебя отправили с нами на всякий случай, но вроде все должно пройти гладко. Тебе не надо ничего делать. Парни загрузят фуры и поедем домой. Сэм уже там нас ждет, дай бог, чтобы не выжрал половину еще до нашего приезда. Я буду везти. Купом заплачу, так что не о чем беспокоиться. Поли, я могу просто лечь спать в машине. Похоже, можно было бы остаться дома и поспать. Смотри, я его мысли читаю. Эй, раз я не сплю, так и тебе не положено. Ишь ты! Китрожопый какой. Ты там давай работай. Поехали! А мне бы поспать. Такие кабины тесные. А еще сидят практически... Практически друг у друга на коленях. Что упало? А, бычок выбросили. Ёлки-палки. Я уж испугался. Думаю, что выбросили-то? Или что отвалилось? Давай-давай-давай, быстрей. Что таки ли едете-то? Природа, никаких тебе стрессов. Конечно. Нажимай почаще это делать. Только лучше днёк. Ты-то предпочёл бы нам Сару, дочку Луиджи, так? Она твоя ночная смена. Ну что ты можешь об этом знать? То же, что и все остальные. Даже Луиджи знаешь, что ты за ней ухлёстываешь. Думаю, чтобы он очень возражал, в конце концов, ты спас её невинность. Горжу парить, что ненадолго, а? Усох, Коля. Так ты что, свечку держал? Ладно тебе. Ты же чего, она хорошая девочка. Вы друг другу подходите. Вот уж в чём не уверен. Я не представляю себе, что прихожу домой и говорю. Знаешь что, дорогой, работа сегодня была не в проворот. Десять клиентов завалил. Тебе же не обязательно говорить об этом дома. Если не будешь вести святая, как думают о нас газетчики, ей будет плевать на всё это дерьмо. Она ведь что надо. Тебе это кажется нормально? Всю жизнь скрывать от жены кто-то есть на самом деле. Да не дёргайся ты! Чёрт! Давай мне самую большую бирюльку. Что это за бирюлька? Ну-ка. Это помпа. Вот помпа это хорошо. Нет, не шведская помпа Остина Пауэрса, в которой он знает толк. А именно хорошая помпа. Патронов, правда, мало отсыпали. Жадные полли, а? Скотина. Какая зловещая обстановка. Деревья скрипят, льёт дождь. Никого нет. Тут труханы свои сушат под дождём. Ээээ, есть кто? Есть кто? А? Может кто в амбаре? Корову открой. Никого нет. Опачки, грузовик. А вот и косорыловка, а вот и вообще всё хорошо. О, олень, здесь можно по лестнице подняться. Прям прелесть. И никого, и ни души, и вообще прям замечательно. Так, аптечечку, кстати, мы уже запалили с вами, да? Будем знать. Вот она висит. Так, хорошо. Замечательно. Сэмми! Сэмми! Мать твою! Что ты здесь один делаешь? Так. Молодой человек, а чего вы лежите, спите, а? Твою мать! Чем? Вы из полиции? Мистер Морелла и шериф хотели бы передать привет и сообщить вам, что с этих самых пор они берут на себя эту работу. Ха-ха-ха! Мы плохо начали, за главное, плохо не кончить. Минус. Минус, минус, минус. Начало, конечно, положено не особо. Жиденько, жиденько, я вам скажу. Ничего не нашли, он меня стрелял. Вот он, Коль. Ну, а у этого черта что? Магазин, патрон, вернее гильза. А что нам делать-то? Типа, я как бы должен был, наверное, здесь укрыться. Глянь, ни аптечек здесь, ни хрена. И у нас 50% здоровья, 50 единичек здоровья осталось. И всего лишь на два патрона меньше, чем мы сюда пришли. А мы можем на грузовике поехать? Томми, залезай! Это безопаснее, чем пешком идти. Блин, что-то я очкую. Иначе смогут хопнуть в любой момент. Здесь вроде никого не видать, да? Все тихо и спокойно. Все тихо и спокойно. Какая напряженная обстановка. Тихонечко, помаленечку. Так, здесь что у нас? Здесь что у нас? Шляп не видно. Тоже радует. Томми! Давай, Томми, заряжай, заряжай, заряжай. Ах ты, петух, ты живучий какой, а? Все, добегался, урод. Твой урод, наоборот, блин. На помпу мы, конечно, солидно патронов потратили. В ближнем бою, в принципе, мы сейчас с вами находимся в обстановке ближнего боя. И здесь, по сути, нам ничего, кроме помпы, и не поможет. По-хорошему. Здесь целая толпище сидела. Глянь, у них кольты у всех. Еще можно полицейский кольт взять. Да бери, Томми, полицейский кольт. Почему ты его не взял? Бери, 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 один. Взял. Да бери, Томми. Полицейский кольт, ну что ты не берешь? Все, молодец, взял. В принципе, стоит взять аптечку, потому что... Бляха какая эта днищинская аптечка. Это просто... Жесть. Ну что, поцик, не ожидал, да? Откуда их такая толпа набежала? Я думал, здесь целая арава это наскакала. А тут еще один остался. Так, ружье мне на бочку. Все. С ружишка так далеко стрелять явно не прокатит. А аптечек я больше, блин, не вижу. Вот это расстраивает. Расстраивает очень намасильно. Вот и все. И сломал себе ноги. Говорю, аптечек нету, аптечек нету. Кукареку, блин. И пипец. И взял себе ноги, сломал. Бляха, кретина кусок. И что это? Как это назвать? Блядь, да как так-то хоть? Это отсюда выползли эти, уродца 2. Так, бегом, бегом, бегом. Томми, Томми, Томми. Заскакиваем. Аптечка есть? Бляха, аптечки нету. Да как так-то хоть? И он и стоял, черт уже ждал. Ничего, никого. Отстой. Помповое ружье. Во. Набрали мы с вами патронов. А здесь что есть? Тут тоже ни черта нет. Ни хорошего, ни плохого здесь нет. Вообще ни черта здесь нет. Аптечечку бы хоть, а. Ладно, 4 патрона выбросим. Ничего не поделаешь. Если мы таким макаром к полисе гонем. Охренеть, что тут творится. Полли. Полли, мать твою, поговорить с Полли. Они все мертвы. Что? Ребята из грузовика, они убиты. Всех прикажут. Что? А как же Сэм его не видел? Нет, он не видел. Там есть запертый сарай. Вон будет муф. Без него мы не уйдем. Надо вернуться и найти его. Ладно, вернемся. Только сперва надо найти лон или что-нибудь в этом роде, чтобы выломать дверь в сарай. Ладно, пошли. Полли, значит, здесь стоял, прохлаждался, упыреныш. Полли, мне нужна аптечка. Ну, конечно же, Полли по барабану нужна нам аптечка или нет. Может быть здесь чего-нибудь? Нифига. Нифига. Ну-ка, открыть можно. Но я же ходил здесь уже. Тихо, тихо, тихо. Зайдем с этого, с фланга. Есть кто дома? Никто не вышел? Да ну нахрен, не верю. Тихо, тихо, тихо. А где нам лом-то брать, а? Лом, 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 ломишка. Ну ладно, Полли, давай. Коль ты такой умный. Возьми это в свои руки. Взял уже? Молодец. Я и то не знал, что здесь есть лом. А он прям побежал и сразу же его схватил. Представляешь, да? Какой-то Полли... Не знаю, экстрасенс, что ли. Не-не-не, Полли, у меня здоровья практически отсутствует. Поэтому я бросаться не буду защищать тебя. Хорош, 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 хорош. Полли, кретин, ты в меня выстрелил. Полли взял мне в спину, выстрелил. Ну, кретин. Аптечка, аптечка. Ага. Окей. Страшно-то как. Ааа, облегчение. Так, 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 так. Так, так, так. опасно-то как что вы сделали ты еще жив пусть оказался что нужно пожалуй не слишком быстро мы отвезем тебя к врачу так как так находитесь будет в порядке сами не такое случалось я так не думаю это не грузовик глянь это копы ну кто следующий захотелось что-то в кого-то там стреляет там поле уже херачит все равно чтоб поле сейчас не укатали тихонечко 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 осторожненько то поле мог не досмотреть чего ну что те поле здесь было больно было я всех убил похоже они хотят совсем стереть нас с лица земли а я мог спать порядка порядка по крайней мере хуже уже не будет ладно я заберу его постой на шухере из него уже вытекла вся возможная кровь вставать пошли домой уже тебе уже не будет надо к доктору я неважно себя чувствую похоже что-то подцепил пару килограмм свинца наверно думаю ты прав у тебя немного течет из носа сэм тебя положим в кузов то он будет с тобой на всякий случай ладно он давай с ним и следи в оба давай поле бросает мешок в кузов и я буду зависеть понял а гранатомета не нашлось поле нам он больше пригодился у нас тут еще гость дом сзади тумсом и немного патронов сныкайся за ящики и приготовься стреляй как только они будут позади нас следи чтобы они нас не обогнали окей супер поле а жать газ сильнее ты можешь что-то копать прет поход делом передачи забывает переключать не просто газует и все короче 50 патронов на одну машину уходит будем надеяться что мы выживем будем надеяться все они отъехали но это хорошо кстати нам на руку они еще и дорогу перегородили может их друзья врежутся в них же самих поле мать твою передачу переключи копать идет мочи нет ни хрена блин ты чё ездить не умеешь что ли или только стрелять умеешь ну-ка что тут у нас на повестке дня есть кто хорошая у нас позиция можно по колесам успешно стрелять хотя никого не видно видимо некому по колесам стрелять семи и он отдыхает единственный из нас кто отдыхает сейчас как-то быстро они сдулись аж не верится мне кажется это подвох честолпа целая наедет небось налетят как черки с каждой стороны и все ради бухла сами бы сварили и все нет мы сами ничего не делаем мы только крадем убиваем и чужое присваиваем потом за свое выдаем что интересно дороже смерти разруха убийство противозаконные действия или все-таки сварить самим что же будет дороже глянь классно пробок нет ничего нет прям свободно так мы на месте том готовь сама я пойду разбужу только ты думаешь я услышал в кузове шепчет нам там сэм заднюю стенку кабины мы у доктора боже поле это ты что ты тут делаешь так поздно добрый вечер у нас тут был несчастный случай нужна ваша помощь где он носите его внутрь это истекающая свинья лежит на руках моего друга томми вернее у меня на руках наш доктор он не задает вопросов и сам будет в надежных руках а ты уверен что это не какой-нибудь мясник недоучка еще бы он лучший врач которого можно нанять в этом городе лучший врач который можно нанять спасибо скажи что у нас есть ладно надеюсь он позаботится о сэме не о том ты надеешься томми надеюсь я чтоб тебе не попасть к доктору вот о чем надо надеяться вот тебе и буклишка подъехала ну хорошо что все кончилось сам еще легко отделался поймаю ублюдка который нас поставил оторву башку похоже у кого-то мы в печенках сидим верно замечено не знаю как ты а я бы пошел врезал по маленькой когда дон узнает что случилось работы будет чертова прорва это же настоящая война и это нехорошо это крайне фигово ну ладно добрые тебе ночи там спи спокойно или хотя бы постарайся какая там ночь мы полночи про кувыркались на этой ферме и хорошо что мы еще выжили после этого нужно друзья на этом пожалуй мы закончим сегодняшние похождения благодарю вас за внимание не забывайте подписываться на канал включайте все уведомления пишите свои комментарии ставьте лайки увидимся с вами следующих сериях всем удачи и до встречи